Корнел Касат Развитие событий на Донбассе Прогноз Стретфор Эйприл 16.2015-5-20 Частная разведка США дала прогноз развития войны на Донбасс В распоряжении Апострофа оказался отчет американской частной разведывательной аналитической компании Стретфор Посвященный анализу ситуации на востоке Украины В документе говорится, что события на Донбассе фактически разделили европейские страны на запад и восток Восточные страны ввиду близкого расположения к России озабочены своей обороной больше, чем экономическими и политическими связями с Кремлем И являются приверженцами жесткой линии в отношении РФ Тем временем представители Западной Европы заинтересованы не только в урегулировании конфликта на территории Украины, но и в восстановлении связей с Москвой Вашему вниманию предлагается перевод материала Стретфор, который датирован 13 апреля На этой неделе Украина вновь начала обвинять пророссийски настроенных сепаратистов в эскалацию конфликта на востоке страны По словам официальных властей, в случае нарушения режима прекращения огня в Донецке и Широкино в течение последних выходных значительно участились Соглашения Минск-2 так и не были полностью воплощены в жизнь Некоторые виды вооружений, подлежащие отводу, все еще используются в боевых действиях Российские войска так и не вышли из региона, а режим прекращения огня постоянно нарушается Тем не менее, базовый сценарий деятельности в регионе был установлен Его не нарушили и события вдоль линии соприкосновения, о которых сообщается в последние дни Тем не менее, Украина особо заинтересована в демонстрации того, что Россия не хочет сотрудничать по вопросу введения полного режима прекращения огня Особенно в преддверии встречи министров иностранных дел, речь идет о встрече глав МИД стран Нормандской четверки, которая состоялась 13 апреля в Берлине Апостров Тем временем США начинают подготовку украинских военных на западе страны 173-я бригада воздушно-десантных сил США, ныне находящаяся в Италии, должна начать тренировки Национальной гвардии Украины уже к 20 апреля В течение выходных, 11-12 апреля точку Апостров, первые американские десантники и соответствующие оборудования уже были доставлены во Львов Кроме того, конвой из около 50 военнослужащих батальона тылового обеспечения бригады отправился в Украину через Восточную Европу Тыловики будут отвечать за фактическое развертывание американских инструкторов Прибытие этих сил и средств значительно озаботило правительство России, но не используется россиянами как повод для начала обвинений в адрес НАТО и США Это говорит о непосредственном интересе в Украине со стороны Москвы Российские лидеры критикуют возрастающие присутствия сил Североатлантического альянса в Восточной Европе Однако приняли решение позволить ситуации на Востоке Украины стабилизироваться Москва, хотя и не делает все возможное для полного выполнения минских договоренностей Но удерживает конфликт на Донбассе на низком уровне интенсивности Чтобы не вызвать бурной реакции украинских военных или не допустить обращения Киева к европейским странам относительно ужесточения санкций Поскольку сложное экономическое положение в России и трудности, связанные с логистикой, исключают значительную эскалацию конфликта Нынешняя стратегия Кремля заключается в том, чтобы использовать подконтрольные с сепаратистом регионы в качестве рычага давления в ходе переговоров с Киевом Впрочем, даже внутри НАТО некоторые страны демонстрируют примирительные позиции в отношении боевых действий на Донбассе Эти разногласия подчеркивают перманентный политический раскол между государствами-членами НАТО относительно политики альянса в отношении России В ходе парламентских слушаний во Франции 25 марта директор французского управления военной разведки генерал Кристоф Гомар заявил, что в отличие от докладов НАТО, военная разведка Франции считает, что РФ никогда не занималась развертыванием транспортного обеспечения, которое можно было бы рассматривать как подготовку к вторжению в Украину Кроме того, накануне встреч министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины, состоявшейся 13 марта, глава МИД ФРГ Франк Вальтерштайнмайер сделал акцент на прогрессе, достигнутом в плане отвода тяжелых вооружений С другой стороны, НАТО, как и официальные украинские власти, США и ОБСЕ, продолжает публично заявлять о том, что Россия проводит ротацию кадров на востоке Украины 12 апреля анонимный источник в Североатлантическом альянсе сообщил немецкой газете, что РФ направляет войска и оружие на Донбасс На следующий день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявила о возобновлении активных боевых действий в районе Донецка и Мариуполя Такие различия в риторике развиваются на протяжении многих месяцев Для западных европейских стран, в частности Германии, важно не только посредничество в процессе деэскалации конфликта в Украине и стабилизации ситуации в регионе, а также и нормализация экономических взаимоотношений с Россией Впрочем, для НАТО, где многое зависит от позиции США, приоритетным является повышение обороноспособности альянса вдоль границ на востоке, а также создание сдерживающего фактора для РФ Такие конкурирующие цели вбивают между союзниками КЛИН Политические разногласия между членами НАТО видны на примере того, как эти государства распределяют средства на оборону К примеру, Франция и Германия сокращали эту статью бюджетных расходов А восточноевропейские члены альянса, в основном прибалтийские страны и Польша, которые видят в России угрозу собственной безопасности, начали тратить на оборону больше Такая динамика показывает, почему США приняли решение усилить взаимоотношения с восточноевропейскими членами НАТО, особенно с Польшей и Румынией Североатлантический альянс в целом не должен разделять интерес США в установлении новой парадигмы безопасности Восточной Европы Именно поэтому Вашингтон решил сотрудничать с соответствующими странами Операция Atlantic Resolve Военные учения НАТО в Болгарии и Румынии точку апостроф Является ярким примером такой деятельности В то время как в Украине с невысокой активностью продолжаются боевые действия А переговоры по имплементации некоторых пунктов Минских соглашений зашли в тупик Различия в целях и стратегических задачах все больше раскалывают западную коалицию И несмотря на то, что страны вроде Германии и США поддержали украинский Майдан, в результате которого был свергнут Виктор Янукович и его правительство Восприятие украинского конфликта на западе Европы отличается от его восприятия на востоке континента В то время как западноевропейские страны будут стремиться к деэскалации конфликта на Донбассе и стабилизации ситуации США продолжат наращивать двусторонние оборонные связи со странами Восточной Европы А также создавать региональный союз, который смог бы помешать России предпринять дальнейшие военные действия в регионе Война на Украине, Россия, США, ЦРУ, Будущее, Разведка, Прогностика, Янукович, Путин, Стратфа, Новороссия, Украина Leave a comment, read comments 336